Добро пожаловать на проект «Прокачай свой дом». В ноябре мы создаем у себя в жилище ванную своей мечты, и ты еще успеваешь присоединиться к этому челленджу. Сегодня организуем хранение в ванной комнате, соблюдая несколько простых, но очень важных и эффективных шагов. Подробнее план марафона в описании к этому видео. И поехали! Кстати, меня зовут Саша. Под прошлым роликом многие написали мне «Эй, Саша, зачем ты оставила эти некрасивые корзины?» Спокойно, ребят, не надо покупать новые органайзеры, пока не разобрались, нужны ли они нам вообще. Я разбиралась со всеми вещами, которые хранились в ванной комнате. И давайте подумаем, что мы можем еще сделать для создания идеальной ванной своей мечты. Шаг первый. Подбираем подходящие нам референсы. Референсы вдохновят нас в начале пути. И давайте подробнее на них остановимся. Что же это такое? Это вспомогательные изображения, которые можно нам изучать перед работой, перед организацией хранения, созданием чего-то нового, какого-то своего проекта, чтобы получить дополнительную информацию и идеи для его реализации. К примеру, перед началом ремонта в ванной комнате в прошлом году я посмотрела много картинок из Пиндереста, чтобы сложить воедино, что я хочу получить в конечном итоге. Мне это во многом помогло. Кстати, в конце видео я покажу вам подборку референсов из Икеи. Туда я направилась за новыми органайзерами. Но обо всем по порядку. Смотрите ролик до конца и вдохновляйтесь референсами из Икеи. Если вы ее любите, конечно. Второй шаг после выбора примеров для подражания, это, конечно же, расхламление, которое мы сделали в первом видео и цикла «Прокачай свой дом». Если еще не видели этот ролик, то обязательно посмотрите ссылку, я оставлю в всплывающем окошке. А еще я создала специальный плейлист для ванной комнаты, в котором собрала свои лучшие видео о хранении в ней. Надеюсь, вам это пригодится. Итак, прежде чем придумывать систему для хранения в ванной, убедитесь, что у вас нет лишних вещей и вы не собираетесь покупать хлам для хранения хлама. Итак, лишних вещей у нас нет, нужные референсы подобраны. И теперь я делаю замеры ящиков, шкафов, полок, все, что буду использовать для хранения вещей в ванной. Можно на время расставить все вещи, не используя какие-либо органайзеры и разделители. Это дает полную картину о том, что нужно действительно докупать для хранения. Может быть, все необходимое уже есть у нас дома. Теперь пишу список из необходимых вещей и отправляюсь на их поиски. Чем больше времени пройдет между решением купить ту или иную вещь и ее реальной покупкой, тем лучше. Таким образом, покупки ненужных вещей у нас автоматически отпадут. К примеру, я достаточно давно посматривала на такое зеркало из Икея с полками внутри. И только сейчас поняла, что оно мне действительно нужно, поскольку поможет решить некоторые вопросы с хранением в моей ванной комнате. К примеру, всегда я разместила почти все, что хранилось в этой корзине и на этой полке. Кстати, я долго ломала голову, какой органайзер, корзину, коробку мне приобрести, чтобы хранить детские игрушки. Чтобы детские игрушки не пестрили на полке и не создавали ощущение беспорядка. А затем задала себе простой вопрос, а мне действительно обязательно хранить их именно здесь? Оказалось, вовсе не обязательно. После чего я не только нашла более подходящее место для них, но и еще раз проведила их количество в ванной. А могла ведь потратить деньги на очередной органайзер, который все равно меня бы полностью не устраивал и не решал бы мою проблему. На освободившейся полке я решила собрать композицию для хорошего настроения. Для нее я купила ароматную свечку. Все остальное уже было у меня дома. Кстати, от этой свечи из Икеи я в диком восторге. Ведь ее упаковку можно использовать для хранения в моем новом шкафу. Можно рассортировать мелочь. Бритвенный станок мужа уже много лет хранится в старой подставке. И я решила положить его вот в такой контейнер из Икеи. В результате у меня получилось такое красивое хранение. Согласие владельца бритвы, кстати. Время покажет, приживется такой способ или нет, но пока мне очень нравится. Старую подставку я пока сохранила и положила ее вместе с запасами мыла и прочего вот в такой контейнер. Чтобы все это не стало одной большой кучей в контейнере, я рассортировала мелочевку по банкам для сыпучих продуктов, которые раньше я использовала на кухне. Кстати, после всех моих преобразований у меня освободилась почти полностью вот такая полка. И я не знаю, что мне с ней делать. Стоит ли ее убирать из ванной или все-таки оставить и использовать в качестве крючков для полотенец. Как вы думаете? При организации хранения важно помнить, что вещи должны храниться так, чтобы всегда было легко возвращать их на место. Это и есть простое и золотое правило порядка. Я стараюсь ориентироваться не на то, чтобы вещи красиво были расставлены, а на то, чтобы после их использования мне было реально незатруднительно поставить ту или иную вещь на место. Это очень важный пункт, поэтому советую вам это тоже учитывать. Дальше я поделюсь своими лайфхаками, которые лично мне нравятся применять в ванной. И я буду рада, если они вам покажутся интересными, вы сможете применить их и у себя. А может быть вы тоже давно уже делаете то же самое в своих ваннах. Напишите мне об этом, кстати, в комментариях. В ванной комнате я обязательно храню чистящие средства, чтобы навести чистоту сразу же, как только в этом возникла необходимость. Если я буду идти в другую комнату за тряпкой или чистящими средствами, то могу отвлечься на другие дела, поэтому предпочитаю все держать под рукой. Также в ванной комнате я храню нижнее белье, чтобы сразу после душа оно было под рукой. У меня выработалась привычка каждый вечер после принятия душа осматривать ванную на предмет наличия вещей, которые должны находиться в другой комнате. Иногда такие вещи волшебным образом действительно попадают в мою ванную, а вы проверьте, нет ли у вас таких вещей. При организации хранения, расставления любимых баночек, кремов и прочих средств, оставляйте свободное пространство между предметами, чтобы на вещи было приятно смотреть и легко найти то, что нам нужно. А разные мелочи лучше хранить в коробке, чтобы они не пестрили на наших полках. Если для хранения в ванной комнате мы используем выдвижные ящики, то лучше разделить их на секции, иначе такой ящик может превратиться в свалку, где все вещи будут постоянно перемешиваться. Вот так, друзья, выглядит хранение в моей ванной сейчас. Оно подходит лично мне и моей семье. Возможно, для кого-то будут удобны другие варианты, и о них мы обязательно поговорим в следующем ролике про организацию хранения в маленькой ванной. Поэтому подпишитесь, не поленитесь и не пропускайте такой интересный контент. Наш проект на этом не заканчивается, только набирает свои обороты. Я надеюсь, что благодаря такому челленджу появится мотивация у тех, кто, может быть, до этого все время откладывал создать ванную своей мечты. Возможно, мы думали, что нам для этого нужно переехать в какую-то другую квартиру, или у нас не та мебель, не тот ремонт. Давайте проявим свою креативность, проявим инициативу и сделаем окружающее нас пространство таким, каким мы хотим его видеть, в котором нам будет комфортно находиться. Отправьте это видео своей подруге, если хотите зарядить ее мотивацией на улучшение. А теперь обещанные варианты оформления ванных комнат из Икеи, которые, возможно, станут вашими референсами. Продолжение следует... Спасибо, что посмотрели сегодня это видео. Айда убираться! До новой встречи! Ваша Саша Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова